Приветище! Это Планеткрафтер. И у меня тут просто деревянный, древесный, деревьевский коллапс. Пойдем я тебе покажу, что тут происходит. Я деревьев насадил, и они вот так вот выросли у меня, такие гигантские, мушные. В общем, взлетную полосу мне тут, смотри, как загородили. Ужас! Также я тут еще цветочки везде посадил. Ну, озеленяю территорию, чтобы кислорода было много. Чтобы побыстрее GTI набрать. Вот тут у меня бабочки, песчаные бабочки, я их назвал, потому что они в песчаном водопаде летают. Также пчелочки у меня тут есть, тоже песчаники. Вот, деревья вот такие. Ну, они все тут, в принципе, одинаковые растут. Короче, и вот из-за этих деревьев пойдем покажу, что у меня стряслось. Блин, дерево настолько стало крупным, что теперь в телепорт вообще не залезть. Придется его разобрать. Наверное, вот сюда-то его и перенестем. Пусть прям рядышком с домом будет. О, получен новый чердеж мутагена Т3. И это еще не все. У меня также открылся аквариум, где он. Сейчас надо будет его построить. Вот он, аквариум, наконец-то! Я смогу генерировать животных. А еще, а еще, а еще, а еще. Пойдем покажу. Корченовая личинка открылась. Вот такая вот личинка бабочки и мэл. Тысяча множителя дает, и я хочу ее вывести. У меня, слава богу, есть одна последняя редкая личинка. Сейчас я ее сюда затолкаю. Потом мне нужен мутаген Т2 и удобрение. И будет у меня красная бабулечка. А вот мутаген Т2 у меня... О, вот он мутаген. А где у меня мутаген Т2, кстати? А почему у меня его нету? Минутку, там точно мутаген Т2 нужен? Да. А как мне его получить? Секунду, минутку. А как это у меня его нету? А, мутаген Т2 откроется на 50 единиц Т нужно. А я не знаю, что такое 50 Т. Ну, короче, 50 насекомых. А у меня на данном случае 43 и 66. Короче, как бы... Странно, да? Как-то очень это все странно. Т3 у меня уже открылся. Т2 как бы борода. Ладно, выкидываем удобрение. И переходим к аквариуму. Мне там нужна плата. Супер сплав. Удобрение Т2 и кислорода. Кислород у меня уже был, так что... Аквариум у нас сейчас сим-салабим. Абра-кадабра. И вот тут посерединке. О-о-о-о! Собственный аквариум во всю высоту! Моего жилого модуль, да елопал! Ну, это же роскошно! На земле даже ни у кого такого нет, наверное. Не знаю точно. Так, рыбок надо... А-а-а! Что, у тебя рыбки появились? Нужны яйца! Что за сапнатика? Нужны яйца! А как нам получить яйца? Пойдем смотреть. Вот тут вроде бы можно было яйца. Вот это что? Икра фишхорм. Фишхорм. О, мутаген Т3 нужен и фитопланктон Б. А где фитопланктон Б брать? Я, короче, еще походу до него не дорос. Мне до фитопланктонов еще... Ого-го! Фитопланктоны. Короче, ты представляешь, чтобы фитопланктоны получить, мне нужно открыть коллекционер водной жизни. Он собирает фитопланктон и икру, рыб, в зависимости от местонахождения. И разблокируется она при 155 ppm. ppm у меня сейчас 98. То есть, ну жопа, конкретная жопа. Здесь у меня что? Тут у меня рыба. Рыба! Ну, как бы уже, наверное, в воде рыба плавает. Надо слетать, посмотреть. И 1%, уже почти скоро 2, будет земноводный. Мы переходим к лягушечкам аккуратненько. Давай тогда хотя бы сейчас мутаген Т3 сделаем, чтобы он у меня был. Такой страшный какой-то. Но, тем не менее, он нужен для создания рыбок. Так что пойдем скорее за азотом. Блин, уже стемнело. Я, короче, понастроил тут несколько азотных добывальщиков этих. Ну, они метан добывают, но параллельно могут добыть кислород и азот. Но что-то не... О! Азотный картридж! Отлично, отлично. Еще кто-нибудь что-нибудь добыл тут азота? Нет. Все, мне этого будет достаточно. Берем теперь образец бактерий и серу. Конечно же, куда без нее. Все, мутаген у нас готов. Готово. Ого-го! Мутаген Т3! Еее! Теперь пойдем в шелку ферму. Посмотрим, что тут у меня. Надо же тряпочки сшить и отправить все это людям, нищим, у которых нет тряпочек, чтобы сшить себе белье. А, надо, видимо, сюда все вытащить. Вот так вот. Потому что тряпочки мы сейчас будем продавать. У меня бизнес на тряпках пошел. Вообще-то прям прет. Он прям хорошо идет. Короче, чтобы у нас тряпки тут сами как-то производились, давай мы сделаем запрос. Будешь сюда приносить дрончик шелк. Шелк нам нужно таскать вот отсюда. Так что здесь предложение у нас рождается. Ты его можешь отсюда утаскивать. Вот так вот. Все, дроны летят и уже собирают шелк. Отлично. Они будут сюда приносить его. Это все будет переделаться в тряпки вот уже. Уже, уже носят, смотри. И уже делаются тряпки. Отлично просто. Просто великолепно. И теперь пойдем все это продадим на водопад. Две ракетки. Конечно, я немножечко, наверное, психанул, что их две построил. Потому что мне и одной вполне сейчас хватит на данный момент. Но нужно дронов подключать, чтобы они сюда все таскали. Значит, почему бы и нет. Сделаем вот так вот. Мне сюда нужно таскать тряпки. Дроны приоритет номер один. Пускай они сюда таскают. А я потом приду и отправлю. А можно как-то? Автоматически запускает ракету, когда инвентарь заполнит. Да, включить. Все. Как инвентарь заполнится дронами, ракеты отсюда полетят. Ткань у нас в приоритете сейчас. И я за каждую ткань получаю 8 жетонов. А в сумме получится 96. Что, в принципе, неплохо. Ну вот. Короче, это моя шелковая ферма. Поскольку с шелкопрядами у меня проблема. Их нужно очень долго выводить. Поэтому у меня на данный момент в шелковой ферме всего два генератора шелкопрядов. И нам нужно их сейчас настроить. То есть здесь у нас предложение. Отсюда мы забираем это все. Ну а куда тащить дроны знают. Кстати, проблема знаешь еще в чем? В том, что отсюда дроны забирает на мою основную базу шелк. Чтобы ее там превратить в ткань. И потом оттуда эту ткань притащить сюда. Это довольно длительный процесс. Надо все как-то это ускорить. Ой, а что небо-то по фиолету в фиолете валили? Как это правильно назвать? Это что происходит? А вода-то какая голубая стала. Нифига себе. Ты посмотри, что как-то не по себе. Что сейчас луна на меня с неба свалится, что ли? Только не говорите, что сейчас будет кварцевый метеоритный дождь. Я его очень жду, между прочим. Короче, я стою уже, наверное, минуты три вот так вот в небо пялюсь. И нифига. Это, видимо, просто пурга. Короче, предлагаю отсюда перетащить мой телепорт. И поставить его вот здесь. О, чтобы я сюда телепортировался и сразу к ракетам. Прыгнем домой. Я там возьму пчел. Блин, как-то непривычно, что я сюда телепортнулся. У меня тут есть пчелка одна. Я ее забираю. И сейчас подготовлю все материалы для ульев. Сделал ракету с кислородом. Мне, потому что его маловато, запускаем. И посмотрим, как... Ой, ой, ой. Я хотел посмотреть, как она полетит у меня с деревьями. Но ты сам видишь, что получилось. Сделал еще одну ракету. Сейчас. Смотри, что вообще происходит. Сейчас еще ее запустим. О, о, о. Одна ракета пытается вызволиться. И у нее получилось это. Но она улетает в песчаный водопад. И, о, чудо, она все-таки смогла взмыть в небо. Ну, а это, это, походу, как бы, как бы капец. Она уже не улетит, мне кажется, отсюда. Еще одна ракетка с кислородом. Давай, запускайся. Летите. Что-то у меня там бабахнуло, шандарахнуло. Даже не знаю, что там происходит. Посмотреть бы снизу, что там. О, они обе улетели. Блин, нифига не видно тут. Черт подери, что произошло. Одна ракета где-то из-за деревьев взлетает. Вот это да. Ой-ой-ой-ой. Прикинь, сейчас она на меня полетит. Вот это виражи. Нормальненько так. Ладно, все. Погнали к водопаду. Пасечку сделаю вот под этими деревьями. Я бы вообще ее, может быть, и туда бы затолкал. Но я хочу что-нибудь поближе. Вот сюда. Я сделаю две пасечки. У меня как раз хватает на все. И одну пасеку вот сюда поставлю. Вот так вот. Все, пчелки, летайте. Мед собирайте мне. Кстати, насчет рыб. Насчет рыб. Давай мы вот сюда вот сплавим. Посмотрим, есть тут рыбки или нет. Может, они сами как-то тут. Нет, тут нифига нету хотя. Нет, тут вообще нифига нет. Пойдем к водорослям, где у нас водоросли. Туда сгоняем. Посмотрим, что с рыбами. У нас сейчас типа этап. Получен новый чертеж. Мутаген Т2. Зашибись, мы можем бабочку теперь сделать. Пока я тут телепортировался. Что с рыбками? Даже где водоросли, рыбок нет. Ну, как бы логично. А с чего бы они тут взялись, да? Появились бы. Тебе их нужно сперва вывести. Пойду, короче, делать мутаген Т2 и выводить новый вид бабочек. Ха! Для него нужна обычная личинка, мутаген и мед. Не зря я пасеку сейчас сделал. Берем, значит, обыкновенную личинку и мутагенчик. Мутаген Т2 у меня в кармане. Бежим скорее пихать его сюда и исследовать. Выводить новый вид бабусик. Пойдем, короче, посмотрим, что у меня там по компьютеру. Что он там показывает у меня? С кислородом как бы у нас все хорошо. Но еще далековато до коллекционера водной жизни. Кстати, смотри, чтобы икру выводить, мне нужно 50 килограмм животинки набрать. То есть вот у меня сейчас 10 грамм всего. А мне нужны килограммы, ты представляешь? И тогда я смогу делать икру рыбы улани. Ну, а вся остальная икра, это прям, я тебе хочу сказать, там тоннами нужно, а не килограммами вот эту вот единицу качать. Ладно, мы тут немножечко задержались. Что там, кстати, бабочки? У-у-у, красота! Красотища! Бабочку мы эту забираем. Для фермы бабочек, в принципе, у меня все есть. Я сейчас сделаю. Ферму бабочек я, наверное, размещу. Ну, с ракетами-то рядышком тоже не надо. Давай возле дерева. И будут у меня летать тут красавенные бабулечки. Вот тут посерединке. Сейчас я их поставлю. Вот так вот. Сюда бабочки. Ну, где же... О, да! Ля-пота! Оранжевенькие такие. Красивенькие такие. Пойдем посмотрим, что там по тканям. Дроны таскают их или нет? Сейчас заценим. Итак. А где дрон? Я что-то понять не могу. Сейчас вот тут по цене посмотрим. 90 ш... А почему сюда не таскают? Эу, приоритет стоит. Спрос есть. Кажется, я понял, почему. Почему, почему? Да потому что я... Дуралей! Я кое-что не сделал. Походу, вот здесь вот. Сейчас, сейчас. Сейчас у меня тут все битком, наверное, да? Да, у меня тут все битком. Я потому что отсюда не настроил. Спрос стоит, а предложения-то нет. Все, ткань отсюда забирайте. И проверяем. Таскается ли сюда? Ну, кажется, да. Кажется, нет. Не таскается. Короче, я не удержался. И хочу построить здесь вот эту штуку. Вот. То есть, пускай сюда тоже таскают шелк. И производят ткань. Вот. Делаем спрос, значит, на шелк. Где он тут? Вот он. И отсюда можно утаскивать ткань. Так что, как-то вот. Смотри, мне тут уже сколько пана делали. А, кстати, не обязательно. Так как у меня здесь генераторы шелка стоят, вот эта станция автоматически подсасывает шелк из них. И даже дроны не нужны. Остается только дроном отсюда забрать эту ткань и... Перетащить их в торговые судна. Поставлю себе экран картографии, чтобы следить за дронами. Где они вообще? Вот тут на уголку, как я люблю. На улице. Так. Смотрим. У-ху-ху. Нифига себе, такой отряд сюда летит, в такую жопу мира. К водопаду. Ты посмотри, вот отсюда, вот отсюда, они вот так вот летят. Да, ребята, не ближний свет, не ближний. Причем они таскают по одной единице ткани. Это не очень круто. Во-во-во, вот они, вот они. Прилетели и улетели. Нифига себе, что тут вообще происходит. Прикольно. Дроновая планета. Осталось всего три ячейки и, по идее, ракета должна уже улетать. Поставлю еще один экранчик, экран чертежей. Не, ну вот, скажи, нормальный ли я человек? Почему нельзя вот экранчики эти дома поставить, да, вот там в тепле? Нет, я на улице их ставлю. Потому что мне так удобно. Значит, у меня сейчас будет уже скоро 150 GTI. И надо посмотреть, что у меня откроется в эти 150. Ну, в 160 GTI у меня откроется плата, которую я смогу делать. И дальше я смогу производить, наконец-то, кварц. Кстати, а ты посмотри. Печатные платы. Тут написано, что можно продавать по 25 жетонов. И кварц по 25 жетонов. Ёлы-палы. А у меня же там столько плат. Может, я платами поторгую пока что? Что там у меня с ракетой? Она не улетает? Опа, она готовится. Все, она полетела. Ее заполнили. Отлично. Я погоню, короче, за платами. У меня там огромное количество их. И сейчас я ими буду торговать. У меня здесь цветочки. Здесь плат огромное количество. Вот здесь вот тоже платы. Все забито платами. Вот. Остальное я ставлю себе там на дронов и на ракеты, например. Значит, запихиваем платы. Все сюда. Проверяем, что это все стоит. Дело. 625! Отправляем, конечно же, отправляем. Запустить торговую ракету. Все, лети отсюда. Надо будет походить еще по разбитым кораблям и пособирать там эти платы. Короче, когда вот эти две ракеты вернутся, у меня будет достаточно денег, чтобы купить какую-то крутую навороченную мебель. А я пить хочу, а я пить хочу. Пойду из лужи попью. Пить, пить, пить. А то сейчас засохнет мое горло. Вот. Надо еще побольше. Отщикарно. Короче, пока я жду торговое судно, я тут смастерил кое-что. Вот так вот поворачиваешься, поворачиваешься, поворачиваешься. Опа, что за высотка? Непонятно. Пойдем поближе, познайдем. Получены новые жетоны Тера. 200 штук. Благодарю. Вот эту, кстати, штуку надо разобрать. Она тут нам не нужна. Ракета прилетает. Блин, я не успел. Я не успел. Я хотел, короче, забраться на вот эту высотку и посмотреть, как ракета появляется из неба. Но, по идее, сейчас должна прилететь другая, следующая. Сейчас, 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 я тебе покажу. Короче, это моя высотка 1100. Я ее так назвал. Сейчас мы туда телепортимся. Я даже телепорт сделал. Памам. В ожидании ракет я построил свое чудо. Первое чудо на Марсе. Тогда у меня было не слишком высокое здание, а теперь оно опупеть какое высокое. Хотя, вон та вот выше гора. Да, я думал, я самую высокую гору построил. Но нет. О, мне дали достижение, что я получил 1000 терра токенов. И где-то ракета должна... Вот она, ракета спускается. Ну, вот так вот она спускается вниз. А там внизу все как-то пропало. И, кстати, смотри, я на этой высоте... А, падать. Падать еще. А ты что тут забыл? На моей башне. Так. Блин. Тут, короче, можно на высоту определенную подняться, если... Не, не получится у меня. Я какую-то гравитацию тут ловил. Высокую или низкую. Как это правильно? Короче, когда гравитации не было, я практически в стратосферу мог улететь. Но сейчас что-то не получается. В общем, вот такие вот дела. А как отсюда быстро спуститься? Наверное, вот так вот. Я хотел посмотреть. Как у меня там серединки нет? Вот это вопрос, конечно. Падать, кстати, далековато, высоковато. Но почему серединки нет? Это вопрос, конечно. Так. Вырубаем нитро. Пронесло. Короче, то, что сейчас вот это зелененькое происходит, это я несколько ракет еще запустил кислородных. Поэтому как бы вот. Пойдем же все-таки что-нибудь прикупим наконец-то. Кухня. О, кстати, прикольно кухня выглядит. Умная ткань. 500 жетонов терра она стоит. 500, Карл. 500. Но она, кстати, очень прикольно выглядит. Настраиваемый диван 800. А, погоди, кухня сколько? Кухня 400. Да какого черта я платами торгую? Конечно, кухню надо купить. У меня 1000 чай есть. А может сразу что-нибудь подарок? Настраиваемый диван. Это, конечно, биван диван. Кровать. У них там кровати нет, что ли? Почему кровать стоит 1000 жетонов терра, если ее сделаю и продам? Семена дерева. 3 500. Я сейчас каждый скажу. Икра рыбы великая. 4 ты. Блин, может на икру накопить? Пока я ее сам делать не могу производить. Сам икру производить, это как интересно. Метать икру? Ладно. В общем, ее можно купить. Ну, дальше цены просто космос. В принципе. Ну, самого простого. Давай до 1000 чай. Вот настраиваемая кровать. Я могу ее заказать. И потом клепать эти, строгать эти кровати и это. Продавать их туда, наверх. Короче, запускаем ракету. Привезите мне кровать. За 1000 жетонов. А, кстати, вот интересно, он мне... А, ну это же будет чертеж, по идее. Да, это будет чертеж, поэтому я сам смогу их производить. Так, а это что такое пролетело? Ну, и на черта я тогда шелковую ферму делал. Ну, чтобы начать с чего-то, чтобы подняться на чем-то, правильно? Можно было тупо плат просто впарить, продать. Поздно я увидел про них. Я уже близок. Я совсем близок. 160 GTI. Я смогу производить платы самостоятельно. Давай, 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 давай. 160 платы открылись. И давай смотреть, что нужно для того, чтобы произвести эти платы. Азотный картридж, самородок, биопластика. В принципе, ничего сложного. Кроме как азот. Вот с ним проблематично иногда бывает добывать. Не, ну башня просто сказка. Особенно вот с этим вот разрывом. Я, кстати, давно уже хотел заглянуть внутрь водопада. Вроде бы как его доделали. И тут прям дорожка в него ведет. Поэтому давай сходим и глянем, что же тут. И да, здесь что-то у нас появилось внутри. Что-то интересное. Ранее этого точно не было. Я сюда залазил, смотрел. Опа. Что это такое? Это что такое? Подождите-ка. Это разобрать нельзя. Но это дико на каких-то дронов похоже. Давай почитаем записку. То, что должно было быть веселым, расслабляющим временем, превратилось в кошмар. Пятинедельный космический круиз по малоизвестным уголкам вселенной. К сожалению, наша глупая команда не смогла отреагировать на, казалось бы, незначительное происшествие. И вот мы здесь. Закапываем те несколько тел, которые удалось извлечь из горящих обломков. То, что произойдет с нами сейчас, наверняка будет похожим. Мы направляемся на запад и посмотрим, как долго мы сможем продержаться. Я бы сказал, максимум несколько дней. Некоторые выжившие в Ценитат-2, по крайней мере, на данный момент. Год 30-43. Подожди, что такое Ценитат-2? Это какое-то место, где могут быть выжившие. А это, короче, получается кресты. Это здесь закопали тех, кто сгорел. Ёлки-палки. Я думал, это дрон. А, это кресты. Жесть. Кислородные баллоны, сапоги, рюкзаки. Ёлки. Ну, это вот, видимо, с тех, кто сгорел, сняли. О, террожетоны 500 штук. Благодарю. Ух-ух-ух. Вот это да. Это я все забираю. Благодарство. А золотой сундук не здесь, нет? Нет, здесь его нету. А он где-то в другом месте спрятан. 48 секунд. До доставки моей кровати. О, получены новые жетоны ТР. А, ну это, видимо, кораблик летит. Сейчас мы его встретим. Башня 100 тысяч. Я догоню тебя, ракета. Я прямо на тебя... Ой-ой, что произошло? Оп-оп-оп-оп. А, я сломал... Я сейчас сдохну. Надо что-нибудь сожрать. А, у меня куча всего. Падаем скорее в с... Сундук. Сундук, я надеюсь. Блин, вот это я лоханулся. Вот это я лох... Там у меня куча всего. Я потерялся в дверях. Там у меня куча всего. Я надеюсь, что не застрял в небе сундук мой. Где сундук? Сундук, где площадка? Где это? Где это все? Где? Где? Не... Нет, я все прос... Фух, вот он. Фух, я не все просрал. Слава тебе, Господи. Да. Все, и пиццу. Надо, короче, вот так вот сделать. Вот, забрать эти 500 монеток с жетона. Фух. Так, и мне должны были кровать привезти, да? Благодарю. Благодарю за кровать. Пойдем, короче, чертеж разблокировать. Так. Получить новый чертеж. Кроватка. Так, давай смотреть, что там для нее нужно. Обалдеть. Умная ткань нужна. Я ее производить-то не умею. Вот, кто бы мог подумать, что настраиваемая кровать будет делаться из умной ткани. Ну, в принципе, логично. Я обосрался. Бизнес накрылся медным тазом. Придется начинать все-таки, как говорится, с малого и генерировать шелк, а потом делать ткань. Хотя вот кухонная станция, как думаешь, там нужна ткань. Я думаю, нет. А что насчет... Смотри, вот семена надо бы заказать. Давай, короче, семена закажем. Я их потом выращу и буду им продавать какао и пшеницу. Надо побольше заказать, две штуки, например. Все, отправляйся. Вези мне какао и пшеницу. Я буду фермером. Но то, как это будет у меня здесь произрастать, как я буду открывать свою ферму, надеюсь, что с ней у меня точно получится. Ты увидишь в следующей серии. Так что не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующую серию. В общем, увидимся.